Космическая сфера в Украине не популярна ввиду слабого финансирования. Несмотря на это, люди, приближенные к небесным светилам, регулярно проводят конференции, на которые приглашают не только научное сообщество, но и студентов. По их мнению, спасти космическую науку в стране может интерес всех сограждан. Почему украинским астрофизикам интересна обратная сторона Луны и какой вклад в развитие науки вносит Одесская область, об этом вы узнаете из нашего следующего сюжета. В Киеве стартовал трехдневный космический форум. Участвуют научные светила, студенты, сотрудники передовых институтов и предприятий в области космической науки. Потенциал астрономический в Украине очень высокий. Во всех практических университетах Украины есть астрономические кафедры, астрономические обсерватории, в том числе и в Одессе. Цель форума – поделиться новыми знаниями в области изучения Вселенной и рассказать о планах покорения космоса на примере Евросоюза, Штатов, Китая, Израиля и Кореи. Поскольку госфинансирования космической науки в Украине недостаточно, ученые рассчитывают на помощь частного бизнеса. Мы сейчас планируем вместе с отраслью запустить два научных аппарата. Один из них и Анасад, он готов практически с участием коллег из Польши и Болгарии. Аппарат делается КБ, научная аппаратура делается у нас. Вот это, думаю, в 2020 году мы планируем запуск одного и следующие через два года еще. На сегодняшний день Украина еще не запустила спутник, который бы занимался изучением явлений во Вселенной. Тем не менее, наши астрономы участвуют в международных проектах. В планах подготовка миссии на обратную сторону Луны. Обратная сторона Луны интересна тем, что там имеет место полная экранировка от всех помех, которые есть на Земле. Поэтому эффективность исследования резко повышается. Вот мы сейчас имитируем подобные эксперименты, готовим аппаратуру. Отметим, вклад Одесской области в развитие астрономической науки страны и мира очень велик. Ведь именно у нас, в селе Маяки, больше 60 лет работает астрономическая обсерватория, обладающая одним из радиотелескопов уникальной системы Уран. Эта система позволяет изучать Вселенную на декометровых волнах в диапазоне частот от 8 до 30 мегерц. Это наземная радиоастрономия, наземная астрономия. Светила науки уверенный, космос вскоре должен войти в моду. Все потому, что астрономия может дать ответы на многие вопросы, среди которых как зародилась жизнь на Земле, что ждет нашу планету в будущем и есть ли жизнь за пределами Солнечной системы. Мишель Арман, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, 7 канал.